Здравствуйте! Реально ли заработать на Форексе? Это нереально. Знаете почему? Для того, чтобы торговать деньгами, нужно быть на бешбанковском рынке. Вам туда допуск не дадут, причем где? На Нью-Йоркской бирже. То есть, даже если брать серьезные российские банки, они не торгуют. Средний дилинговый центр Форекса, это Шарашкина контора, у них нету выхода на деньги между банковские, потому что это надо хотя бы миллион долларов минимум, а желательно 10. То есть, что они делают? Они устраивают кухню. Допустим, вы ставите на то, что доллар упадет, потому что доллар это грязная зеленая бумажка. Другой человек считает, наоборот, Обама до чего-то додумается. Плюс в Сенате республиканцы приняли закон о повышении кредитного потолка бюджета США. То есть, брокер, он никуда не уводит деньги, комиссию, он просто стравливает ваши курсы, что один из вас медведь, а второй человек бык. И получается, что не надо никуда выводить деньги, он просто берет с вас комиссию. Вот и весь обман. Остап Бендер жил в плохое время, тогда не было интернета. Сейчас появился интернет. Значит, есть понятие хомячки. Хомячки – это клиенты, которых нужно обработать, чтобы они купили. То есть, собирается аудитория 100 хомячков, клиентов, которые ничего не знают. Им рассказывают, знаете, Форекс – выгодный бизнес, можно заниматься дома, онлайн, не нужно образование, а можно даже с недостатками физического развития. Прямо не говорится, но подразумевается и умственного тоже. Можно закончить хоть ПТУ. Вы будете крутить деньгами, вы не будете крутить деньгами. Плюс, когда вы снимете деньги с Форекса, вы их не снимете. Там будет написано мелким шрифтом, при условии соблюдения определенных котировок. Это обман. Мы видели пирамиду МММ в 90-х годах. Есть даже фильм удачный, рекомендую. Мораль такова, что людей зомбировали по 4 часа в день вот этими роликами. Даже пригласили звезду с Бедной Розы, она не знала, под что она подписалась, и ее засняли в рекламных роликах. Там удачно капали на мозги. То есть жена, она всегда командует мужем. Это объективная реальность. И там говорится, что вот мексиканская звезда с Дикой Розой и простая русская домохозяйка. Я хочу купить себе шубу, пальто. То есть такими простыми приземленными вещами людей обработали и украли деньги. Люди, не сходите на Форекс. Ну, честно говорю, мне не платят деньги за то, что я снимаю этот видеоролик. Ни один человек на Форексе не заработал денег. Даже если там гипотетически прибыль, то смотрите, 10 процентов в год. Вот именно, в год 10 процентов. А инфляция сколько? 15 процентов. Даже если вы выйдете в ноль, то получится минус 5. Это прямая экономика. Надо цитировать тех людей, которые этого достоин. То есть Карл Маркс, он сказал, капитал, он не любит драки, не любит скандал. Он любит прибыль. За 10 процентов он уже готов на многое. За 50 любая авантюра. А за 300 процентов он готов шею в петлю сунуть. То есть мы живем при капитализме и ваша задача не вестись на эти лохотронный тип в стиле Форекса. А что вам предлагается стоящее? Это репетитор по скайпу Smart Teacher 197. Я честный человек и поэтому говорю, подняться в английском языке можно за три месяца, а выучить за шесть. Потому что я носитель языка, native speaker. Вот это реальные цифры. Форекс это лживые цифры. Желаю вам успеха, всего неилучшего, and let English be in your blood. Goodbye.